В повседневной суете мы редко замечаем тех, кому необходимо протянуть руку помощи. Оказавшись в центре при Гребневском храме, понимаешь, нуждающихся вокруг немало. Каждый день с 12 часов здесь выстраиваются длинные очереди за едой. Немногие знают о его существовании даже здесь, но те, кто приходят, некоторые приходят ежемесячно, нуждающиеся люди. И, конечно же, благотворительность, она вот такая вот, это основа, наверное, да, милосердие. Милость к людям. Малообеспеченные пожилые люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Уже два с половиной года Анна Бушина руководит центром гуманитарной помощи. За это время повидала и выслушала немало жизненных трагедий. Поначалу было очень тяжело. Было тяжело морально, а сейчас уже, когда их знаешь, уже более... На тебя не обрушивается вся информация о его жизни, человека, как-то постепенно. То есть, как бы постепенно оно попроще воспринимает. То есть, у него есть определенная беда, ты ее решил. Делай все, что в моих силах, говорит Анна. Ей помогает 20 волонтеров. Кормят нуждающихся горячими обедами, выдают вещи первой необходимости. Помогают в восстановлении документов, покупке билетов. В особой помощи сейчас нуждаются беженцы. Сейчас очень много беженцев к нам приезжают. В районе 6-7 семей каждый день к нам обращаются за помощью. Это как одежда, так и предметы быта. Вплоть до элементарных тарелок, ложек, вилок. Центр принимает от горожан любую помощь для нуждающихся. Продукты питания, инвалидные кресла, игрушки, книги, одежду, обувь. Особенно востребованы мужские вещи. Принимаем, все развешиваем, рассматриваем. Сначала волонтеры это все смотрят, развешиваем на вешалке, вывешиваем в залы. То есть можно к нам прийти каждый день с 11 до 2 раз в месяц, 10 вещей получить абсолютно безвозмездно. Но самой бесценной здесь остается простая человеческая помощь. Поддержать делом или добрым словом, как Анна, под силу каждому. Доброе дело не требует много сил или времени, но может изменить жизнь человека. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.